всем здравствуйте уважаемые коллеги настоящие будущие продолжение серии обзора автобуса здесь данном случае на базе масс 203 085 хотел бы сегодня сделать маленький обзор в органах управления используем водителем при движении а именно клавиши находящиеся на левой верхней панели ну начнем с самого начала это включатель выключатель будем говорить вентилятора печки кабины водителя вот здесь интересно выключатель и включатель потому что так он выключает об так получается он включает слышите да там несколько положений есть и так далее верхний ряд это клавиши управления электронной подвеской пневоподвески автобуса ел с 5 вот это слева я которая клавиша я поближе может возьму левая клавиша она увеличивает принудительно клиренс автобуса ну где-то на сантиметров 10 не забывайте что низкопольный где-то 34 сантиметра клиренс у него ну вот рабочий и где-то какие-то броды и так далее различные неровности чтобы как говорится не рисковать может увеличить где-то в районе еще где-то на 10 сантиметров там вы увеличиваете нажатием просто клавиши данном случае нажимая поднимается настолько сколько вам надо понимаете вот вперед нажимаете верхнее плечо называется настолько вам сколько надо вторая кнопка это выставление автобуса в транспортное положение есть одним нажатием просто и он сам автоматически видите можете может быть устанавливать и правая клавиша регулировки управления подвеской электронной ел с 5 это принудительный наклон вправо потому что правостороннее движение недобываем и двери находятся с правой стороны это только для остановочных пунктов для удобства пассажиров называется данная функция книлинг книлинга вот и уменьшает клиренс до 27 сантиметров обратно нажатием кнопки средних транспортное положение один раз вот эта кнопка очень интересно про нее мы еще поговорим это гидравлический тормоз замедлитель вот нужная вещь особенно при гололёде как он работает и так и прочее расскажу позже в другом и другой части обзоров про тормоза потому что тормоза бывает рабочие стояночные остановочные и также вот здесь есть тормоз гидравлический замедлитель вот это так называемый пжд простонародь называется котел эта кнопка называется выключатель то есть так как все кнопки находятся котел выключен так мы его разжигаем и он начинает работать вместе не ошибаюсь где-то в час 1 килограмм 250 граммов топлива в данном случае солярки что равно где-то полтора литра в час это заслонка то есть если вы где-то стоите на остановке перед вами есть огнедышащий дракон старого типа от которого дым варит чтобы не попадал салон и кабину водителя и чтобы не отличать например вентилятор печки можно просто перекрыть заслонку а потом ее просто-напросто просто-напросто открыть все действия в основном они указываются на жидкокристаллическом экране который как говорится в помощи водителю был создан конструкторами не нужно его опять заслонку открою вот это левая дальше уже третье получается уровень нас кнопок это включатель выключатель или переключатель под крышного вентилятора который находится как кабине водителя вот таком выглядит одна штука и также еще есть две в салоне вот здесь нужно понимать что такое верхнее плечо нижнее плечо вот верхнее плечо это значит когда вентилятор работает на вытяжку нижнее плечо вентилятор работает наоборот на приток воздуха вот он загудел мне пока не надо далее это просто салон освещения кабины водителя это подогрев будем говорить левой форточки если видно видите да есть как говорится нить накаливания потому что с правой стороны там находится лобовое она подогревается и зеркало видно а с левой стороны это зеркало может или запотеть или замерзнуть и тогда ограничен будет доступ обзора зеркал заднего вида с левой стороны вот и также существует еще одна кнопка это подогрев самого зеркало заднего вида тоже очень классная вещь такая же кнопка включать и переключатель подкрышных вентиляторов салона еще раз нижнее плечо это приток воздуха верхнее плечо это вытяжка будем говорить этот свет в салоне автобуса а это вентилятор печки в данном случае салона автобуса вот краткий обзор по левой верхней панели автобуса масс 203 085 данной комплектации всем удачи по лохмачи не забывайте подписывать подписываться на канал будет очень приятно ставьте также лайки